Здарова вояки, у микрофона зуберки, я наконец-таки нашел отличный повод с вами поболтать. Сегодня я буду преисполнен энтузиазма, может быть даже детского энтузиазма, посмотрим. И постараюсь мейлру никак не макать во всякие разные субстанции. Короче, мейлрушники анонсировали новый принцип развития проекта. Сезонность. Теперь каждые два крупных обновления и по несколько маленьких обновь будут компоноваться в сезоны так называемые. В рамках каждого сезона, а он будет длиться 2, может быть 3, может быть 4 месяца, мы будем получать новую спецоперацию. Весь сезон будет объединен единым сюжетом. Ну и естественно там будет новый поставщик, новая техника, уникальные какие-то активности присущи только этому сезону с уникальными наградами. И свой уникальный кастомайз. Я всецело, если честно, поддерживаю подобные вещи, потому что всегда интересно приносить сюжет в игры, которые не подразумевают вообще никакого сюжета. Ну, может быть в Т-300 сюжет не стоит заносить, да? Ну вот, например, в танковый экшен, а почему нет? У нас есть прекрасная механика ПВЕ. Там можно реализовать кучу всего интересного. Первый сезон будет называться «Кавказский конфликт», ну а за рубежом он называется, если я не ошибаюсь, «Черноморский конфликт». Надо думать, что европейцы и американцы вообще не знают, что такое Кавказ. Знают только Черное море. Итак, «Кавказский конфликт» и он будет вертеться вокруг Маркуса Холдера. Это тот самый мужик, который уже фигурировал в первой спецоперации. Сначала мы за ним гонялись, в конце концов в четвертой миссии он нас спасает, мы с ним объединяемся. Потому что Клейберн решили зачистить и Холдера, и нас до кучи. То есть мы, наемники, Холдер фактически повстанец, человек, который пошел против крупных корпораций. Правда, есть один интересный нюансик такой, он не очень тянет на героя, этот Маркус Холдер. Потому что в третьей миссии он просто взял и разбомбил 10, или 50, или 100 тысячный город ракетами с хлором. Если вы проигрываете, то хлорчик наводняет этот город. Странные личности, если честно, странные мотивы и очень странные средства, скажем так, реализации этих мотивов. Согласитесь, мужик не тянет на освободителя, если он просто берет, нам и 20 тысяч человек гражданских. Ну, пускает в расход. Еще и с применением химического оружия. Мало приятного. Фу-фу-фу. Но, возможно, Майл.Ру решил сделать, знаете, такую разностороннюю личность. Эдакого не героя, не мужика в сияющих латах. Мудаковатого, местами властолюбивого. Короче, такого типичного мужика, который просто преследует свои цели и свои убеждения. Может быть, даже фанатика. Посмотрим, как будут развиваться события. Единственное, что я понял из ролика, советую посмотреть, если не смотрели, ссылка будет в описании, то в нашем сюжете, возможно, даже будет фигурировать Кортес. Потому что два или три раза он вставлял свои фразочки фирменные. Так что, может, мы его и увидим. По поводу сюжета и спецоперации вы поняли. Естественно, к каждой спецоперации будут прилагаться свои ачивки, которые, вполне возможно, больше невозможно никак будет выполнить. Там свои декальки, вы поняли. Камуфляжи, хрена же, все свое. Например, в первом сезоне, сейчас я переключусь и так вот. В первом сезоне в Кавказском конфликте все крутится вокруг буковки ВИ. Я не знаю, что такое ВИ. Надо думать, это, ну, название, самоназвание этих чертей, этих ренегатов, так называемых. Или же повстанцев. Так их будет называться организация. При этом в первом сезоне мы получаем пакован декалек. Как я понимаю, два прикольных аватара. Буква ВИ, пламенеющая почти наверняка это будет анимированный аватар. И какой-то мужик в шлеме и в балаклаве. То же самое с буковкой ВИ. А самая вкусная из кастомизации это занятный камуфляж. Он черно-красно-белый, весь такой из себя чисто в ПВЕшном стиле. Потому что, ну, вы знаете, да, у нас каждая фракция в ПВЕ имеет свои уникальные камуфляжи. Вот я бы назвал бы ренегатский камуфляж примерно от такого толка. Он и не совсем наркоманский, но красный, естественно, намекает на то, что это не камуфляж для реальных боевых действий. Не знаю, мне лично в целом понравилось. Дальше. Идем дальше. Что нам еще обещают? Нам обещают новый интерфейс, так называемый штаб. Когда вы почитаете про этот штаб, можно, ну, можно, короче, подумать, что это возвращение базы. Нет. Насколько я понял, над возвращением базы все-таки работают, какие-то там работы проводятся. Но неизвестно когда, в каком виде вообще будет ли это дело. Но штаб имеет под собой в виду именно новый интерфейс, который нам тоже показан. Выглядит этот интерфейс довольно занятно. И все, что по нему можно понять. Первое. Это явно интерфейс выбора боев. Потому что на нем присутствует полигон. Обратите внимание, там есть кнопка полигона. Это значит, что вы заходя, ну, не знаю, может вы будете нажимать на кнопку в бой. Или там на кнопку карта. И вам будет открываться карта мира, где есть все конфликты, доступные вам. И можно будет пожмякать по ним и выбрать то, что тебе нравится. Причем, заметьте, на заднем фоне видно там такие точечки. Возможно, эти точки, ну, я могу предположить, что это ПВЕ-миссия. В ПВП-то вряд ли вы будете выбирать себе карту правильно. Поэтому будет просто, типа, идти в ПВП и тебя случайно мачить на любую из карт. А вот в ПВЕ-миссиях, на мой взгляд, можно забавно реализовать. Например, все ПВЕ-карты нанести на большую карту мира. Каждую из них ты можешь жмякнуть. Посмотреть, например, там, саму карту боевых действий на этой миссии. Посмотреть задачки и прочие вещи. Но при этом одновременно активны только нужные, только доступны. Например, 3 или 4, там, ну, 3 по классике жанра. Вот это будет занятная темка. Мне кажется, это интересная вещь. И самое главное, им нужно добавить просмотр миссии. Я, например, на память не помню, какая миссия какая. Вот если мне карту показать, я вспомню. И, соответственно, я могу выбрать, например, арту и пойти на совершенно конченную для арты карту. Согласитесь, это неправильно. И куча народа постоянно накалывается. Поэтому Майл.ру нужно этот вопрос доработать. Также видно некие значки восклицательных знаков. Слева какая-то карта, явно какая-то складка карты. Сверху танчик нарисован. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Мы это с вами все вместе узнаем. Зато четко видно новое. Новую фичу. Нововведение. Это цепочка заданий. Ну, тут не надо быть семи пядей во лбу, да, чтобы разглядеть три кружка, соединенных, скажем так, связями, деревьями, ветками. Если мы говорим про граф. Вот. И видно, что первое задание выполнено. Второе в процессе выполнения. А третье еще к нему даже не приступил человек. Но при этом за него дадут некую плюшку. Нарисован тут варьер девятого левела. Это ББМка. И, ну, лично я могу подозревать, что это какой-то варьер с установкой более мощного автопушечного вооружения. Вроде на варик оставили что-то типа 45 миллиметров. Вот, боюсь соврать. Мне кажется, кто-то из пацанов то ли с Софы, то ли там с Супертостеров кидал мне когда-то фоточки. Вот варик с 45 мм. Но я могу ошибаться. Поэтому там 100 очков вам верности не дам. Получается, что вы должны выполнять некую цепочку заданий. И получите в итоге танк. Будет ли это прем однозначно? Я думаю, нет. Скорее всего, будет... Наконец-таки Мэйл, сука, додумается до того, чтобы сделать цепочки заданий на просто интересные танки. Не премиумные. Просто интересный танк. Необычный танк. Который я хочу получить. Который доступен только в рамках этого сезона. И больше его получить невозможно. Например, можно будет его потом только купить за бабло. Но вот это мне очень нравится. Вот вообще сам подход сезонности офигенный. Потому что ты... Если ты участвуешь в активности, ты получаешь на халяву классные вещи, наградки. В первую очередь премтехнику и кастомайз. Прошел сезон. Окей, заносите дальше все, что люди не успели получить. Заносите просто это в преммагазин. И продавайте. Если это не премтанк, продавайте его дешевле. Вдвое, например. Все равно найдутся желающие купить танк. Если он будет интересный и играбельный, а не за BL-08, например. Да? И это одновременно довольно честный донат. Потому что если ты активен, ты получаешь плюшко. Если не активен, ну, купи себе таймсейвер. Фактически заплати бабло и получи сразу. Это нормально. Это нормальный донат. Это не голда и там не прочие вещи. И за такую штуку мы его можно только похвалить. Посмотрим, смогут ли они это реализовать. Хватит ли им на это мозгов. Ну и заметьте, вторая задача, которую показывают на карте, она явно про какой-то фарм звездочек. Я не знаю, за что будут даваться эти звездочки. Возможно, одна звездочка за выполнение какой-то простенькой ЛБЗшки. Там настрелять 10 фрагов в ПВЕ на ЛТ, например. Возможно, что-то сложнее. Возможно, звездочек будут давать по несколько штук. Но явно написано, что задание мастер ЛТ, выполнять нужно на ЛТ, награда внутри круга, я так понимаю, это декаль какая-то, и 9 из 15 звезд это прогрессы выполнения. Вот примерно такие маленькие новые мини-марафоны нас, по идее, должны ожидать. Либо же это вообще интерфейсы выполнения любого марафона. Например, марафон там не на Черного Орла, там на Армату 152. Хотя я сильно сомневаюсь, что подобный будет все-таки. Мэл явно хочет эту машину зажилить и оставить ее наградной. Так вот, возможно, это прототип будущего интерфейса марафона. И слава богу, мэл наконец-таки до этого дошел. До оптимизации выполнения ЛБЗшек. Замечательно. Вспомните, как все это было на сайте. Вспомните, сходите, опустите свою попу в холодную ванну, дабы ее охладить. Или охладить свое траханье, если следовать классике жанра. Окей, вы поняли. Интересные активности. Новый интерфейс. Уж я не знаю, насколько он классный или не классный, но выглядит занятно. Новый ролик. Понятно, там, Кавказский конфликт. Что еще занятно? Значит, нам завезут линейку прогрессионной израильской техники в этом Кавказском конфликте. Вообще, мэл утверждает, что в каждом из сезонов будет новый поставщик и новая линейка техники. А может быть, даже и несколько. Например, линейка полноценная и несколько машин в качестве дополнения. То есть, в патче 0.25, например, выходит линейка израильтян. В патче 0.26 еще там 3-4 машины, например, в разные линейки. Или же какая-то полулинеечка выйдет. Например, украинских танков несколько. Было бы неплохо, согласитесь. Что нам предложат израильтяне? Я сейчас, опять же, скажу свое мнение абсолютно диванного эксперта. Но Меркавы. Понятно, Меркавы. Пакован Меркав. И говно какое-то непонятное. Потому что у израильтян вплоть до 5-го левела, я более чем уверен, будет непонятная херня. Типа Магахов, Супершерманов, Шотов, Центурионов. Шотов, пардон. Центурион. А, еще Ти-67 Тиран забыл, прошу прощения. Центурион это прототип, не прототип, вернее, это основа. Шот это израильские модернизации Центурионов, английских танков. Ти-67 Тираны. Это модернизация 55-ок и 62-ок советских. Ну, а Супершерман это модернизация Сука Шермана, Карл. Понимаете, израильтяне модернизировали Шерман. Я слегка вахую, конечно. Конечно, ну, наверное, им с точки зрения позиционной какой-то борьбы, они там постоянно вызюкаются, сидя на жопе ровно. Наверное, было неплохо. А возможно, у них, ну, вернее, невозможно, у них реально был огромный парк Шерманов, как я понял, штук 500 или 400. И они просто пытались дать боевую, адекватную боевую мощь этим абсолютно устаревшим кускам говна. Шермакам, Супершерманам, им там движок прокачали, еще там что-то сделали. И в том числе поставили новую французскую пушку. Как я понимаю, резко повысив огневую мощь, ну, там, в разы. Потому что до этого там стояло совсем смешное орудие. Вот. По поводу Ти-67. Это модернизация 55-ок и 62-ок с установкой, по крайней мере, на 55-е. Подожди, да? 54-ок, 55-ок и 62-ок. На 54-55 они ставили пушку такую же, как на М48. 105-мм вместо штатных соток. 105-мм орудие М68. Ну, и некоторые из них, как я понял, обрепливали еще и ДЗ-шкой Блейзер. Опять же, такой же, как на М60. Ну, и там всякая мелочь, которая вам нахер не нужна. Пулеметы, хренометы и прочее дрочепота. Неинтересно. Ну, и остался Шот. Это израильская модернизация Центуриона. Утверждаю, что Центурия, на самом деле, машина очень такая ресурсоемкая, которую можно очень долго было улучшать. Он очень длинный путь прошел. И самое главное, тачка вооружена была прекрасной пушкой L7. Может быть, там бронезащита со временем устаревала. Хотя ее тоже активно модернизировали. Но, тем не менее, говорят, что сам по себе Шот и Центурион очень неплохие для своего времени танчики. И они знатно давали просраться всему, чему угодно. Именно благодаря отличнейшей пушке. Ну, знаменитой L7 это бренд. Это бренд. Сто процентов. Вот такие машины нас ждут плюс-минус на первом, втором, третьем, четвертом, пятом левелах. Не знаю, может быть, на шестой левел завезут какие-то специфичные модернизации. Например, на седьмом левеле, по-моему, у нас есть танки с L7, если я не ошибаюсь. В конце концов, пиндюкать новый снаряд мозгов много не надо. При переходе с пятого на шестой левел, я более чем уверен, вы получите Меркаву МК-1. На шестой левел МК-1. На седьмой левел МК-2 в какой-то модернизации. Например, МК-2Б, да? Хотя у нас Дэшка уже есть, и она прем. Ну и далее МК-3, МК-4 и МК-4М или МК-5. Модернизация, будущая модернизация Меркавы. Которой все еще нету. Скорее всего, она там где-то в головах и в секретских ангарах. Израильтян. Но пока вот актуальная версия Меркавы МК-4. Получается 6-7-8-9-10. МК-1, МК-2, МК-3, МК-4. МК-1 будущее. На десятый левел модернизация там с какими-то плюшками. Что можно вообще в целом про эту ветку сказать? Ну, у нее читерные надгусеничные полки абсолютно пизданутые, которые жрут и ББ-хи периодически, и кумулятивы, и не дай боже вам стрелять хотя бы сверху вниз хоть чуть-чуть в борт Меркаве. Эти сраные полки просто, просто ваш тур санигулирует, санигулирует. Хорошие бортовые экраны, хотя и без ДЗ. Ну и более-менее крепкий лоб, хотя опять же с набором уязвимостей. Скорее всего, НЛД по классике будет пробиваться в стык, например, и в самый низ. Ракеты будут пробивать иногда, ну, то есть ракеты вы кидаете, у вас вообще лотерея, прям лотерея. Ну, а если пробивать ББ-шкой, то там как попадешь. Попадешь в самый стык, пробьешь там 8 из 10. А если у тебя хорошее пробитие, то тебе вообще не нужно никуда попадать, просто шею ее в НЛД. Супер-пупер, будут башни классные. Что в лобовой проекции? МК-2, МК-3, МК-4 наверняка еще и в бортовой проекции будут очень хорошо защищены. Уж очень интересная там форма, с большими углами наклона и сами по себе модули брони. Ну, их реально много. Корзины, опять же, прочие вещи. И что самое занятное. Я так подозреваю, что у большинства Амеркаф или у всех, я не знаю за МК-1, но МК-2, МК-3, МК-4 и будущее наверняка будут иметь не барабан, но БК первой очереди. На МК-2 это 4 снаряда, на МК-3 это 5 снарядов, на МК-4, говорят, 10 снарядов. Что это вообще такое? Это барабаны электрические с приводом, которые подают снаряд заряжающему. Как я понял, заряжающий нажимает ногой на педаль, например, и снаряд подается практически напротив казенника. Остается только зачехлить его туда, закрыть заднюю часть орудия и там с провоциуры сказать, что, короче, можно стрелять. Все. Вот такие вот Меркавки нас ждут. Естественно, стоит ожидать кучу ДЗ-шек. Нет, на Меркавы ДЗ не ставили, там пассивные модули брони. Но вот казы, по идее, должны стоять, если не на всех, то начиная там уровня с 6-го. Это было бы логично, потому что у израильтян едва ли не единственный в мире каз, который серийно производится, серийно устанавливается и каждый там день, возможно, кому-то спасает жизнь. Поэтому будем ждать и надеяться. Ну и еще нам обещают, наконец-таки, господи, просмотрщик брони. Сами знаете, что это такое. Инспектор брони нами долго ожидаем. Разработка, кстати, тоже, потому что это очень удобный интерфейс для работы с броней. Сразу видно, как, что и куда. Я его предпосылки видел когда-то давно еще. Ну, в нерабочем состоянии, но, скажем так, прототиповый видел. Интересная задумка, возможность там посмотреть все ништяки, все-все-все. Экраны, маски, хренаски, слои бронирования, сложную комбинированную броню, разнесенную броню. Все это можно увидеть. Да плюс еще и, по идее, должны добавить выбор снаряда, которого вы будете пробивать. Вы выставляете нужный вам угол, ну, ПКМ, зажимаете и вертите танк. Наводите, например, на точку, которую хотите посмотреть, и у вас выбран какой-то снаряд от какого-то танка. Вам показывают процентный шанс пробить, с учетом разброса бронепробития. Интересная штука, посмотрим когда и как это реализуют. Надеюсь, что в 0.25, но что-то как-то я не верю. Я думаю, что все-таки в 0.25 будут евреи, а в 0.26 будет просмотр брони, просмотрщик брони. Ну, опять же, посмотрим, как Мэйл поработает. Ну и последнее нововведение, наверное, ну как нововведение? Новая карта, ребят. Нам обещают новую австрийскую карту для ПВП режима сражения, а также несколько карт для ПВЕ режима, типа переработанных, не новых переработанных и спецоперацию. Наверняка, опять же, спецоперация выйдет кусками, например, 2-3 главы сейчас и 1-2 главы попозже. Дабы, скажем так, подогревать ваш интерес во время прохождения сезона. И самое-то главное, уберут ли старую спецоперацию? Вот в чем вопрос. Я вангую, что все-таки уберут. Пока у нас маловато онлайна, согласитесь. На две спецоперации маловато онлайна. Да, поэтому, скорее всего, старую спецоперацию уберут, а новую поставят. Потому что это старый кусок сюжета, ну а вот тут у нас новый кусок. И еще, имейте в виду, что, я еще раз повторюсь, в рамках каждого сезона будут некие уникальные активности, за которые вы будете получать танчики, которые, возможно, никогда больше не будут доступны, или будут доступны позже, но за бабло. Поэтому я бы сказал бы, что стоит задродить. Ну, по крайней мере, посмотрим, какие будут награды, да. Вот, в принципе, все, мужики, что я хотел до вас донести. Выглядит крайне лакомо, курс выбран правильный. Единственное что, главное, чтобы кавказский конфликт не превратился в кавказский баг или боговый конфликт, я не знаю. Вы сами прекрасно в курсе, сколько багов мейл генерирует, когда создает свои... Свои поделия, свои падчики. Все, на этом все, спасибо за внимание. Меховод вам умашет влажнолапкой. Жмякайте лосося, подписывайтесь и переходите еще, будет интересно.